Через этот шлагбаум ежедневно проезжают машины скорой помощи. Везут они разных пациентов, пострадавших в ДТП и раненых в несчастных случаях. В экстренной ситуации, когда время спасения жизни идет на минуты, врачам необходима донорская кровь, порой до нескольких десятков литров. Их работа каждый день как испытание на прочность. Когда поступают пациенты с крайне тяжелой патологией, первые, кто приходит на помощь, это медицинский персонал больницы. Валерий Амагыров, главный врач БСМП, рассказывает, у них в больнице скорой помощи нет равнодушных. 200 врачей, постоянные доноры. Сами пропагандируем донорство и просим тех родственников, людей, пациентов, которые лежали у нас, которые вылечились, благодаря донорской крови мы просим помочь и отправляем на станцию переливания крови. У нас такой даже огнегласный план заданий есть. Мы со станцией переливания крови за год где-то полторы почти тонны крови, грубо говоря, съедаем. Не съедаем, а мы этой кровью спасаем наших пациентов. В Бурятии 8 тысяч доноров. Это люди, на которых всегда могут положиться врачи станции переливания крови. На первом плане – качество биологического материала. Если же есть какие-то проблемы со здоровьем, то это уже является отводом от донорства. Нужно сказать, что от донорства мы ежедневно отводим в среднем 20-30% обратившихся к нам лиц. Я считаю, что это очень большой процент. 20 апреля пройдет марш доноров. В этот же день в центре Улан-Удэ будет работать мобильный пункт заготовки крови. Акция посвящена предстоящему национальному дню донора. Зоя Ценишеева, Даниил Дурхисанов. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok